Всем добрый день, вы на канале Аналитика Вопросов. Все слышали про конфликт Сербии и Косово. Мы все знаем, что рано или поздно нам придется решать эту проблему. Этот ролик я хочу сделать для тех, кто немного не понимает ситуацию, вернее не хочет видеть очевидные вещи и подается на всякие провокации недалеких людей. Меня очень сильно расстроил стрим «Политическая Россия», где более великий стратег всего и вся начал пропагандировать, что сербы пусть сами разбираются со своими проблемами. Типа мы не можем быть сербами, чем сами сербы. Давая понять, что пусть сами сербы вначале повоюют, как ДНР и ЛНР, а мы типа там посмотрим и решим, помогать им или нет. Здесь Боря взял и четко слил сербов. А так как у него огромная аудитория, то многие повелись на его пропаганду. А я вот хочу сказать, что не ведитесь на слова недалекого человека, который сливает весь народ. Только потому, что ему не нравится президент Сербии. И он, видите ли, хочет вначале увидеть кровь сербского народа. И только потом Боря решит, верить или нет, помогать или нет сербскому народу. Исходя из такого слива от «Политической России», давайте сделаем небольшой ликбез для понятия ситуации. Для начала. В 2014 году в ДНР и ЛНР погибло очень много русских из России, а не из ДНР и ЛНР и погибали в течение следующих 8 лет и продолжают погибать. А ДНР так и не отбит по сей день. Спецоперация идет уже больше 5 месяцев. Коррупция и предательство в этой ДНР очень сильно зашкаливает. И это, кстати, это чтобы вы понимали, что там происходит. И это только не мое мнение. Об этом уже говорит сама спецоперация, потому как у всех есть один вопрос. А что делали люди 8 лет в ДНР, что теперь наши войска проводят разведку боем, для того, чтобы вскрыть спрятанные точки у кровоенных. А это, кстати, иногда и гибель наших солдат. Кремль, к сожалению, пока связан по рукам и ногам по этой теме в этом ДНР. Но думаю, потом разберутся с местным гадюшником, который образовался в ДНР за 8 лет. Как говорится, не зря всех первых героев ДНР перебили за 8 лет, списав все на хохлов. Типа война. Это чтобы вы понимали, что вообще происходит в ДНР. ДНР и ЛНР граничат с Россией. Откуда с 2014 года шли подводы боеприпасов и тяжелые техники, грады, танки, БТР. И причем в больших количествах. И, конечно, продукты питания с медикаментами. Не нужно верить Соловьеву и Первому каналу, что повстанцы все отбили у великих укрвоенных. Донбасскими шахтерами и все они захватили. И потому могут, как говорится, воевать. И типа они отбивали аж голыми руками и всех там перебили. Мы как люди умные понимаем, как это было и что это было в самом начале. А теперь посмотрим на сербов. Откройте вначале политическую карту. Вы видите, чтобы сербы граничили с Россией или с каким-либо союзником России. Я лично не вижу. Кругом одни враги и даже люди другой религии. А некоторые страны даже находятся в блоке НАТО. Теперь откройте географическую карту. Вы видите великие украинские степи? Я лично нет. Я вижу кругом огромные горы с малым количеством дорог. У меня вопрос. А как вы собираетесь поставлять Сербии, танки, БТР, грады и просто патроны, если они начнут боевые действия, как ДНР или ЛНР, как говорит об этом Боря? По морю. И много ли хохлам доставили сегодня по морю патронов из блока НАТО? Я пока еще не видел ни одного корабля. Зато видел, как затонул наш крейсер. Что по сей день официально ищут моряков и не могут их найти. Так как многие записаны, как пропавшие без вести. И видел, как кораблики подрываются на диких минах. И фиг поймешь даже чья они. То ли молдаванские, то ли украинские. Все одного поля ягода. И в то же время, много ли могла сделать Россия по морю, когда заблокировали Калининград вместе с его жителями? Да ни хрена Россия не могла ничем помочь Калининграду по морю. Нету-то у нас корабли, чтобы гражданским, помимо военных. Только по земле и через военные нападения на другую страну блока НАТО. Или договариваемся. Скажете, можно по воздуху, как в Сирии типа. Тогда у меня другой вопрос. А почему Лавров пролетел мимо Сербии, как фанера над Парижем? А Лавров это, кстати, не последняя фигура в мире. Вот сказали все страны вокруг Сербии, что воздушное пространство закрыто. Значит закрыто. Даже для ракет Калибр. Вспомните, как мы всегда запрашивали и запрашиваем по сей день некоторые страны о воздушном пространстве для наших ракет. Летать-то они летают у нас далеко. Вот только бюрократическая машина международной безопасности оказалась сильнее наших ракет. Таковы вот реалии. Если не запрашивать, то местные ПВО начнут их пытаться сбивать и мешать в целях своей национальной безопасности. Возникает вопрос, а какая страна даст разрешение для наших военных самолетов для помощи сербскому народу? И если вы еще вспомните, то в Болгарии и Румынии так вообще стоят всякие непонятные комплексы НАТО. Как говорится, далеко не политаж. Надеюсь, вам теперь понятно, почему Болгарию и Румынию так тянули в НАТО и почему там пытались установить всякие вещи. Это для того, чтобы просто ограничить Сербию. Вы думаете, что сербы не хотят отставить свои земли, как ДНР и ЛНР? Еще как хотят. И даже сильнее, чем в ДНР и ЛНР. У них все забрали. Каждая всякая Албания, Хорватия, Черногория, Косово, Босния и Македония отжали у них земли и имущество. И многие сербы сегодня живут вне закона. Вы скажете, что они хотели в ЕС. Да, они хотели туда попасть, но в надежде, что сербы наконец-то получат какую-то европейскую справедливость и закон в их сторону. Они просто хотели мира и спокойствия. После того, как их чуть не закатали в 1999 году в каменный век и просто не истребили как нацию. Только благодаря пару генералов России мы успели спасти частичку Сербии. При этом эти люди взяли на себя весь риск и ответственность, а вся государственная машина России, Ельцинская Россия и силовых ведомств была просто в параличье. Судьбу Сербии тогда решило всего три человека. И это факт, это чтобы вы понимали. Не какие-то там спецслужбы и тому подобные и великие там какие-то аналитики. Нет, просто судьбу Сербии по-настоящему решило три человека и не более. И скажите мне, пожалуйста, как вы собираетесь сражаться при таких условиях? В полной блокаде и в горной местности. И при этом вокруг вас и на границах стоят натовские миротворцы, не считая самой армии НАТО. А количество бармалеев там просто безграничное. Благо Турция рядом и может их возить из Сирии сколько угодно. Не считая того, что Турция нам сдуру в ненужный момент может еще и перекрыть проливы. То, что сегодня происходит в Сербии и могут те вещи, которые вам не нравятся, это вынужденная мера политического руководства, чтобы выжить сербскому народу сегодня до лучших времен. Их главная задача это просто выжить и не более. Не нужно думать, что наша страна прям пуп земли и может делать, что хочет на мировой арене. Нет, у нас тоже есть свои лимиты. И нам, к сожалению, также нужно ждать подходящего момента. Для начала нам нужен просто коридор до Сербии. Потому как одними ракетами войну не выиграть. Вся победа держится только на пехоте и полевой кухне. Сирийская военная операция это хорошо показала. Хотим мы или нет, но аэродромы подскока и морские базы жизненно необходимы. Я не знаю, кто именно и как именно, но кто-то будет должен сделать супер провокацию в Боснии и Герцоговине, чтобы мы могли пробить себе все-таки коридор в Сербию. Без этого нам невозможно помочь сербскому народу и заварить албанскую кашу, чтобы всех перемолоть в фарш. И здесь не будет, кстати, еще удивлением, что эту операцию могут сделать, например, наши спецслужбы с сербами. Нам как бы это выгодно. Но эту операцию могут сделать и англичане, с надеждой на то, что мы там застрянем и подорвем единство ЕС. И тем самым англичане, возможно, убивают как бы двух зайцев, Россию и ЕС. Они подрывают Боснию и Герцоговину, чтобы типа нас пригласить в Капкан. В надежде, что мы там просто надорвем свои силы. Но есть и третий провокатор. Это турки. Они вообще фанатики этих мест. И под шумок могут, кстати, также еще отяпать и часть Греции. При этом турки знают, что Россия в этот момент отвернется в сторону и не будет мешать грабить Грецию. Это наказание грекам за их предательство московской епархии и за поддержку украинского фашизма. Вспомните святого Афона. И что он сделал. И чтоб в итоге из-за этого получилось. Иногда, как говорится, врага можно даже наказывать и чужими руками. А уж турки, я думаю, оторвутся по полной в этой Греции. У них давние счеты исторические. А турки еще злопамятные и жестокие. В общем, как видите, Боснию и герцоговину, как таково, выгодно взорвать всем. Но кто это сделает, конечно, это вопрос. Но это уже не суть важно, кто это сделает. Главное, что она нужна всем. И они все-таки ее заварят. Вот такие вот они исторические параллели и исторические факты. То есть это называется продолжение цивилизации. И исходя из этого, вы видите и уже знаете, где находится все-таки жареный поросенок и как он называется. На Косово сегодня не обращайте внимания, так как их всегда будет блокировать Испания, член ЕС. Испания не может признать Косово из-за своих внутренних проблем. Как только Испания признает Косово, так сразу же в Испании начнется гражданская война. Так как там есть два региона, которые хотят отсоединиться, по примеру, Косово. В Косово сегодня могут быть только небольшие стычки и не более. Постреляют там неделю-другую и все успокоятся. Но начинать какие-то большие боевые действия из-за Косово никто не будет. Всему миру нужен подрыв именно Боснии и Герцеговине. Потому что все знают, что Россия туда пойдет. Прорубать себе, как говорится, коридор. Поэтому наблюдайте за Боснией и Герцеговиной. Как только там начнется движение, то знайте, нас туда приглашают. И мы туда придем уже в этот раз по-настоящему. А не как в 99-м году. А как мы уж договоримся там на местах, время покажет. Надеюсь, вы поняли, что не все так просто у сербов. И они сегодня не могут взять и начать воевать, как тот же самый ДНР и ЛНР. Они просто ждут, когда им дадут сигнал. Я не знаю, какой он будет. А теперь знаете и вы. Ждите. Осталось совсем недолго. Главное, не поддавайтесь провокациям, типа, сербы хотят, чтобы мы воевали за них. А они, типа, отсидятся. Кстати, в ДНР и ЛНР тоже там многие кто отсиделся. А наши ребята там погибали. И, типа, исходя из таких вот вещей, не нужно, типа, помогать сербам. Нет. Знаете одно, что в первые дни сербы как раз-то и будут воевать и умирать. И ждать, пока мы к ним придем. А это время, пока мы подскочим к ним и начнем уже по-настоящему помогать. То есть, но за это время, к сожалению, погибнет очень много сербов. А так, удачи вам и долгого терпения. Нас ждет еще много битв. Украина. Это только начало-начал. Нам еще не забывайте, с басмачами нужно будет разбираться, а не только с бармалеями. А басмачи, кстати, намного умнее и хитрее бармалеев. У басмачей есть просто образование. В общем, до свидания вам и удачи. Продолжение следует...